А спонсором нашего сегодняшнего выпуска является Министерство обороны Российской Федерации. Минобороны России. Служба по контракту. Выбор настоящего мужчины. Всем привет. Нас в Азимову Добрый Доктор. И обычно я стараюсь делать обзоры на не очень известные игры. Но мимо этой игры я пройти не мог. Наблюдал за ней очень давно, был заинтересован внешним видом и даже предзаказал. Оправдались ли мои ожидания и стоит ли это играть своих денег вообще? Ну, давайте обо всём в порядку. Это Cuphead. Игра представляет себе классический платформер в стилистике мультиков 20-х годов. Ну, знаете, тех самых старых добрых. Эх, классика. Как вы сами видите, авторы вложились как в визуальный стиль, так и в музыкальную составляющую. Всё выглядит весьма и весьма аутентично. По сюжету главные герои попадают в долги владельцу казино, самому натуральному дьяволу. И, соответственно, вынуждены их отрабатывать. Правда, же на органы и проституция мультипликационной вселенной, к сожалению, не развита. Поэтому им приходится устраиваться на службу к дьяволу коллекторами. Правда, вместо того, чтобы мазать двери в должников говном и докапываться до них по телефону в 3 часа ночи, наши герои будут применять старое доброе мультяшное ультранасилие. Геймплейные же игра делится на обычные уровни в стиле беги и стреляй, в коих меньшинство, и битвы с боссами. Первые нужны нам для добычи монеток, на которые покупаются апгрейды. Вторые же служат для выбивания долгов. То есть боссы, скорее всего, являются обычными мирными гражданами, которых дьявол развёл на деньги. Первые пару актов и те, и те уровни особо сложности не представляют, так как играют с нами честно. Поясняю, если запомнить расположение противников на обычных уровнях и поведение боссов на уровне с боссами, то каждый уровень проходится минуту за 3, и элемент случайности в них минимален. Третий же акт своей случайностью порой напоминает мне Джостон Гоблинс. И тут, и там порой случались ситуации, когда из-за количества снарядов у игрока просто не было шансов на победу, так как они летели со всех сторон непредсказуемо, и не было возможности от них увернуться. Конечно, можно пройти боссов на лёгком уровне сложности, они тут убираются перед началом уровня. Но, по сути, это вам ничего не даст, так как вместо того, чтобы пропустить вас дальше по игре, вам скажут «Иди чистить уровень с боссом неудачник». У меня было такое ощущение, что авторы внезапно поняли, что их игру в принципе можно довольно быстро пробежать, но не стали прилопачивать первую половину игры, а сделали максимально сложную вторую. Апгрейды, конечно, помогают и ускоряют битвы с боссами, но абсолютную неизвенности они вам не дадут, и вам всё равно придётся попотеть. На лёгкую прогулку я, конечно, не претендовал, но мне кажется, что во второй половине игры сложность уж сильно завышена. А вдвоём играть намного интереснее, хотя глаза от этого устают намного быстрее. Плюс вы можете восхищать своего товарища, при этом с вас не тратится ни заряд на для суперудара, ни в вашу жизнь, что немножко странно. Баг это или фича, я не знаю, но на момент съёмки видео всё было именно так. Ну что же, можно подвести итоги. Стоит ли игра своих денег? Ну, если вы любитель олдовых хардкорных платформеров, то определённо да. Если игра привыкла вас к своей визуальной стороне, то взвесьте хорошенько своей силой и подумайте дважды. Для всех остальных? Ну, если денег не жалко, берите по фулл прайсу, если жалко, то по скидке. А на этом у меня всё. Если хотите задать какой-то вопрос, то пишите в комментарии, или можете задать его лично во время трансляции на моём втором канале. Ссылку на него я оставлю в описании. Всем пока, не болейте!